Продолжаем рассказ о древней ДНК, эволюционной антропологии. Мария Борисовна продолжает, а я слушаю очень внимательно. Мне бы хотелось вернуться к обсуждению первой денисовской находки, генетическое наследие денисовцев. Мы уже поняли, что они жили на территории Тибета. Возникает вопрос, кто еще жил в Денисовой пещере. Теперь переходим к самому главному. Собственно, вот сейчас перед вами очень важная находка, которая много чего изменила. Стало возможным сравнить морфологию пальца денисовской девочки с другими ископаемыми людьми. Каждый раз, когда в последующих статьях вы встретите упоминания неандертальцев, то, как правило, опираются на анализ именно этого образца. Важное наследие такое приобретение. Безусловно. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжение следует...